В Италии очень жарко. Признаться, мне было интересно снимать сегодняшний репортаж, потому что в целом я знала, что я увижу. Но я также знала, что, скорее всего, то, о чем я расскажу, очень удивит моих зрителей, которые, возможно, давно не были в Италии, либо были в Италии не в такой жаркий период и не обратили внимания на особенности итальянского способа одеваться, когда действительно наступает жара. Температура достигает на солнце 42-43 градусов легко. В городе жара переносится очень тяжело, потому что мало зелени, раскаляется асфальт, движение ветра минимальное, и действительно кажется, что ты находишься в какой-то раскаленной печке. Даже в такую жару не принято обнажаться. Как правило, если говорить о женской моде, вы увидите большое количество длинных платьев и длинных юбок. Это связано не с тем, что итальянцы Пуритании считают, что открытое тело – это не очень хорошо, по крайней мере, в городе. Нет, это связано с практичностью. Действительно, когда очень жарко, ты гораздо проще переносишь жару, если твое тело покрыто тонкой одеждой, тонкой материей. А вот итальянские мужчины действительно удивляют и достойны восхищения. Они не просто в брюках и в рубашках, никаких шорт, шорты – это удел туристов, так они, скорее всего, под рубашкой имеют еще и майку. Майка впитывает в пот, и, соответственно, на рубашке не остаются пятна пота, которые неизбежны в такую жару. Также в такую жару появляется, если говорить о женской моде, огромное количество замятых тканей. Мне уже написали в аутфите, что у меня и топ помят, и юбка не поглажена. На самом деле, все это может быть отглажено с самого утра. Но как только вы попадаете в жару и влажность, вы действительно становитесь обладателем помятого аутфита. Поэтому очень многие производители изначально предлагают такие ткани, которые выглядят замятыми. Их, к счастью, не нужно гладить. И, к счастью, когда они заминаются, они не выглядят так неаккуратно, как, возможно, ткань, которая предназначена быть все-таки отглаженной. Я живу в Италии достаточно долгое время, и такое объяснение городскому дресс-коду могу дать по нескольким причинам. Безусловно, есть понятие в Италию уместности твоего аутфита, твоей одежды и то, как ты сегодня оделся относительно того пространства, в котором ты находишься. В городе не принято обнажаться, несмотря на очень высокие летние температуры. Также имеет место элементарная практичность. Действительно, когда тебя обдает жарким воздухом в центре города, это неизбежно, когда жарко, ты несколько комфортнее себя ощущаешь, если все-таки практически все твое тело покрыто одеждой из очень тонкой материи. Я уже обращала ваше внимание на интересный способ оформлять витрины. Как правило, в такой жаркий период мы увидим несколько городских аутфитов и один так называемый пляжный аутфит, либо уместный в городе, который ориентирован на морской отдых. Это будет открытый аутфит, очень расслабленный, как, например, в данном случае это интерпретация пижамного тренда. Кстати, я заметила, что очень часто при оформлении витрин ансамбли дополняются шляпами. Но головные уборы в последнее время в Италии не очень популярны, их редко используют именно модницы. Чаще всего голова даже в такую жару остается непокрытой. Если кто-то и носит шляпу, то это, скорее всего, итальянец, либо туристы. Что мужчины, что женщины, туристы, приезжающие в Италию, очень любят шляпы. Часто их можно именно в шляпах увидеть. Кстати, я заметила, что шляпы очень часто используют при оформлении витрин. Именно еще и потому, что помимо желания продать нам побольше шляп, все-таки витринисты, люди, которые профессионально занимаются оформлением витрин в Италии, замыкают образы при помощи шляпы. Например, черная лента на шляпе обязательно будет перекликаться с черными пуговицами, с какой-то черной деталью, возможно, даже черной обувью. По поводу обуви могу сказать, что в Италии до сих пор используются кеды, точнее формула кеды плюс платье. И подобная компоновка, как я люблю говорить, на витринах встречается очень часто. Но в реальной жизни модницы так не одеваются. Это действительно удел какого-то максимального удобства. И до сих пор кто-то, кто так носит, выбирает подобную обувь прежде всего потому, что так удобно, а не потому, что так красиво. Еще один пример использования шляпы в аутфите. Безусловно, здесь даже сама шляпа говорит о том, что это скорее достаточно неудобный, но очень красивый вариант головного убора. И посмотрите, действительно очень красивое сочетание цветов желтого и розового. Скорее всего, шляпа здесь играет именно эту роль цветового дополнения. Мы легко можем заменить шляпу красивого цвета, которая подходит к нашему аутфиту на легкий шарф. В Италии, как я уже рассказывала, легкие шарфы носят даже в такую жару, как сегодня. Удивительно, но это очень практично. Действительно, выходя на солнце, неприятно ощущать лучи летнего жаркого солнца на коже. И легким полупрозрачным шарфом можно прикрыть плечи. Это удобно и это очень практично. К тому же это красиво. Шарф, подобранный по цвету к аутфиту, украсит абсолютно любой ансамбль. Я также заметила, что в Италии очень много, именно в летний период, появляется полиэстровой одежды. И могу сказать, что это связано не столько с тем, что такая одежда стоит дешевле. Это связано также с тем, что действительно очень многие модницы любят, когда их одежда выглядит поглаженной, отглаженной и не заминается. И здесь, безусловно, приходят на помощь ткани ненатуральных составов. Очень много люрекса появляется, люрексные нити в тканях. И действительно, эти ткани хорошо держат форму, они практически не заминаются. И признаться, если говорить о жаре почти в 40 градусов, то уже не важно, что на тебе надето. Льняное платье, либо полиэстровое, тебе будет, в принципе, одинаково жарко. В комментариях часто звучит вопрос, что итальянки делают с одеждой, которую они относили один сезон, возможно, два, она им надоела. Могу сказать, наблюдая за модницами конкретного города, где я чаще всего бываю, я вижу, что одежда сохраняется и носится достаточно долго. На протяжении даже пяти лет может использоваться одна и та же верхняя одежда. Я узнаю своих героинь стритстайла. И даже если я их не снимаю, я просто узнаю их на улицах, обращаю внимание, во что они одеты. В Италии очень стали популярны и действительно хорошо работают платформы ресейла, где ты за небольшие деньги можешь продать свою одежду, которая больше тебя не радует, но она в хорошем состоянии. Но говоря именно о летней одежде, могу совершенно точно сказать, что эта одежда вынашивается, изнашивается очень быстро. Опять же, из-за того, что очень жарко, и ты неизменно эту одежду используешь несколько более интенсивно, чем любую другую в прохладный период. Она чаще стирается, подобная одежда, соответственно, ткань изнашивается быстрее и теряет свой внешний вид также быстрее. Очень часто используемый прием в итальянских летних аутфитах – купальник в качестве первого слоя. Купальник может быть так называемый слитный, может быть раздельный, может быть достаточно простой и скорее походить на лаконичный топ боди, а может быть действительно очень и очень сложный. Подобный прием используется, когда сочетается поверх рубашка, либо даже пиджак. Очень интересный прием. Посмотрите, льняное платье, я часто говорила, насколько одна и та же вещь может по-разному использоваться, по-разному выглядеть, если мы будем дополнять ее соответствующими аксессуарами. Здесь аксессуары кожаные, они неуместны для пляжа, хотя при этом платье выполнено из достаточно тонкого льна. И самостоятельно в городе, крупном итальянском, будет смотреться скорее неуместно. А на отдыхе такое платье, не дополненное никакими аксессуарами, будет смотреться действительно прекрасно. Добавляем прежде всего кожаную обувь, кожаные ремени, возможно кожаную сумку. И тогда наш аутфит становится более городским. Платье яркого цвета, это основной герой уличной моды, если говорить о жаркой погоде. Именно платье, а не сарафан, имеет, как правило, все-таки небольшой рукав, либо даже рукав три четверти. На второе место по популярности можно поставить длинную многоярусную юбку. Ткани много, производитель ткани не пожалел. Эти юбки прекрасно смотрятся в движении. Это платье скорее для какого-то специального торжественного случая. Облегающий силуэт в городской моде в жаркую погоду встретишь редко. Посмотрите, еще один очень интересный вариант, как благодаря аксессуарам. Вот такой негородской комплект. Он выполнен из очень тонкого льна. Лен, как вы видите, замятый. Подобный комплект хорошо, опять же, будет смотреться где-нибудь в прибрежном городе на отдыхе. Но за счет обуви, в данном случае это сандалии, за счет броши, приколотой на жилет, этот комплект вполне может использоваться в городе именно вот в такой своей вариации. В Италии до сих пор любят и носят летние сапоги. И также в Италии очень любят обувь, украшенную стразами. Даже так называемая ортопедическая обувь, модная несколько сезонов тому назад, будет скорее всего украшена бусинами, стразами, вышивкой. И выглядит действительно очень ярко, привлекательно и самое главное женственно. Эту обувь я не очень люблю, но могу сказать, что в такой вариации она мне нравится. Ценить обувь инкрустированную всем, что блестит и переливается, я научилась именно здесь, в Италии. Действительно, под лучами солнца подобные вещи, не только обувь, а все, что искрится и переливается, выглядит очень эффектно. И, кстати, если вам нравится подобный эффект, но вы не решаетесь на пайетке, и, возможно, одежду, расшитую бисером, она вам кажется все-таки более вечерним вариантом, в месте, где вы живете, это скорее именно одежда, подходящая к торжественному случаю, то обратите внимание на одежду, украшенную люрексом. Точнее, в составе ткани используется люрексная нить, не украшена, конечно же, люрексной нитью. И подобная одежда тоже может выглядеть очень эффектно именно летом. В Италии такую одежду любят, и летом ее очень легко купить. Это различные топы, брюки и даже платья. Если вы любите красивую обувь, небольшой каблук, у вас, возможно, вальгусная деформация на стопе, обратите внимание на эту обувь. Она при всей кажущейся своей модельности очень мягкая, потому что она тряпичная. Она действительно очень комфортна в носке. Оровень танкетки, точнее, высоту танкетки, вы сможете подобрать индивидуально. Это может быть и какие-нибудь 3-4 сантиметра, а могут быть и внушительные 12. Но самое главное, что эта обувь действительно очень комфортна в носке. Добавляет больше статности, вытягивает, безусловно, ногу. Очень популярна в Италии. Кстати, подобная обувь очень легко вписывается в абсолютно любой летний аутфит. И добавляет летнего настроения даже нелетним вещам. Например, брючный костюм темного цвета будет смотреться совсем иначе с подобной обувью. Важно, чтобы при этом брюки были укорочены и подобную обувь было видно. Кстати, если вы живете в том регионе, где температуры редко балуют вас действительно летним уровнем жары или хотя бы тепла, и у вас не очень много летней одежды, но хочется хотя бы в те редкие дни, когда становится жарко, выглядеть по-летнему, вы можете дополнять вашу привычную одежду, не создавая обширный летний гардероб, также сумками, которые действительно абсолютно любую одежду делают, уж если не звучащей по-летнему, то добавляют летнего настроения абсолютно к любому аутфиту. Это прежде всего плетеные сумки, сумки из банановых листьев, также текстильные сумки. Это могут быть даже удобные торбы, шоперы. Все это летний материал. И действительно, любая одежда, сочетаемая с подобными аксессуарами, сумками, смотрится более по-летнему. Ну что ж, мои прекрасные зрители, по традиции, завершая ролик, я говорю вам, что впереди у нас очень много всего интересного. В ближайший выпуск я открою вот такими цветными колготками, которые могут совпадать по цвету с обувью, могут не совпадать. Вы знаете, хотя, возможно, нет, что я очень люблю цветные колготки. Я расскажу вам об этом очень недорогом способе дополнять ваши аутфиты. Стоит этот прием недорого. Подобные колготки можно купить в любом цвете, не обязательно в таком ярком. Но об этом в следующем ролике. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok